Светлана Климушина из горок десяток увлеклась историей благодаря педагогу. И теперь ни одно патриотическое мероприятие в образователем учреждении поселка и за его пределами не проходит без ее участия. Это интересно, наши деды, бабушки, они принимали в этом участие, гордиться надо ими и продолжать это. Торжественный концерт в культурном центре Барвихи завершает череду мероприятий, посвященных пятому этапу военно-патриотической эстафеты. На нем у Светланы почетная миссия – принять один из символов акции. В этом году, кроме знамени Победы, ими являются пулеметная лента и бескозырка. В центре внимания участников – битва за Кавказ, оборона и освобождение Новороссийска. Это 393 дня кровопролитных боев. Из 95 тысяч населения, проживающих в городе Новороссийске, после освобождения города вышли встречать бойцов Красной Армии только три человека. Никто не забыт и ничто не забыто. Не просто слова. Участники эстафеты «Салют Победе» доказывают это своими рисунками, стихами, песнями. На каждом мероприятии среди почетных гостей – ветераны Великой Отечественной войны. Ни один участник и ветеран Великой Отечественной войны на нашей Одинцовской земле не должен быть забыт. Мы должны все вместе с вами, и молодое, и зрелое, и самое главное – юное поколение отдать им дань уважения. А на сцене Барвихинского центра артисты разных возрастов – от дошкольников до ветеранов. Они выступают в разных жанрах, пытаясь донести до собравшихся одну мысль. Уроки истории нельзя забывать, чтобы они не повторились. Символы эстафеты «Салют Победе» отправились в Успенское поселение. В течение двух недель там будут проходить различные мероприятия, посвященные обороне и освобождению Новороссийска.